привет политик здесь говорят что если дорога будет назначена то люди все сразу на вы выйдут на митинг это не так друзья вы сами себя не обманывайте знаете пару лет назад когда у нас еще программе не было ряда вещей там мне говорили вот если вы спишите пообещаете списать потребительские кредиты то тогда все выйдут ну вообще действительно так 9 миллиона человек имеет потребительские кредиты и ипотечные займы мы внимательно оценили и объявили что когда двк придет к власти мы спишем ипотечные и потребительские кредиты ну и где эти 9 миллионов потом еще что-то начали говорить каждый раз если вот людям выплатите мы объявили что в случае победы все те кто участвует на митингах получит по 10 тысяч долларов до был такой подъем эмоциональный но представьте 10 тысяч долларов на человека если семья из 5 человек получат приходит и мы побеждаем каждая семья получила по 50 тысяч долларов вы прекрасно знаете что тем не менее был спад и количество людей на митингах осенью было уже незначительное поэтому не заблуждаетесь не говорите что вот дорога будет назначена и тогда все выйдут нет я вам говорил что назарбаев сделал ошибку он реагируя на наши прогнозы о том что именно дорогу он двигает во власть он решил как бы обмануть поставить промежутки такая его на самом деле летом в июне прошлого года была благоприятная ситуация для назарбаева как я ранее говорил он мог поставить президентом страны свою лошадь и люди бы в тот момент какая-то часть тысяч пять десять наверное повозмущались бы остальная часть казалось ну ладно какая нам разница что назарбаев будет президентом или был что его лошадь что мебель такая нам разницы нет поэтому если бы он летом поставил во главе страны дорогу назарбаева ничего не поменялось бы и народ не вышел бы на митинги сейчас ситуации получше но я думаю что в течение полугода мы проведем серьезную работу и уже сознание людей меняется скачком вот здесь вы говорите что да наверное выйдут на митинг я думаю что такое мы можем ожидать еще после того как мы активно поработаем как число наших активистов резко вырастет как мы организуем еще несколько сильных митингов когда все наши программы глубже проникнут сознание людей только тогда мы можем уверенно сказать да если в этот момент президентом страны попытается старить дорога назарбаева то действительно очень много людей десятки тысяч выйдут на улицу они на улицу выйдут любом случае потому что такая его никто не избирал это просто они подделали протоколы бюллетени его назначили решение назарбаева президентом и мы все видим что от него толку нет ничего не решается за его спиной стоит назарбаев дергает за ниточки управляет страной поэтому ничего не поменялось но поменялось сознание большого количества людей поэтому наша задача расширить поле наших сторонников и когда завтра пойдут парламентские выборы а потом назарбаев будет двигать на позицию первого человека государства и дочь именно в этот момент мы должны быть готовы к массовому выступлению здесь говорят что людей запугивает пытается вселить страх но это бесполезно вы видели на перед новым годом как я проводил эфиры с активистами в астане их больше сорока человек было в ресторане собрались они не боялись выходили прямой эфир были встречи видео в эфире с активистами в алмате их тоже было большое количество и они на площади кричали алга двк это люди которые знали что существует какое-то решение сельского суда но люди не боялись выходили поэтому сейчас люди будут все шире и шире вовлекаться процесс и очень много людей уже преодолела страх здесь опять кто-то говорит что но должны быть митинге проплаченные я вот бауру объясню вот иди на улицу бауру да я так тебе обращаюсь возьми в деньги миллион тенге и кричи все кто идут на митинги я отдаю по 100 тысяч тенге и посмотрим сколько ты там простоишь даже 5 минут не простоишь потому что чтобы люди пришли на это место чтобы кому-то раздавать деньги нужно заранее сказать вот так вот ты бауру появишься там тебя через минуту арестует деньги у тебя заберут прищают статью и так далее не говоря о том что когда кто-то говорит деньги должны быть проплачены это как власть на принесет деньги или вы от кого хотите ряд от бэтмена еще у нас один бауру появился который ждет бэтмена который печатает деньги тайны привозит страну он стоит такой огромный 10 метровый полиция убегает и он каждому в глаза заглядывает идешь на митинг вот иду на тебе 100 тысяч тенге человек взял деньги пропал вот и его никто не пули не берут ничего это извините такое очень странное обращение что митинги должны быть проплачены это даже технически невозможно сделать не говоря о том что зачем нам люди которые не хотят бороться за свое будущее за свою страну а хотят за все получить деньги зачем нам такие люди мы и так объявили что до люди которые рискуют которые приведут победе народ казахстана они безусловно должны быть вознаграждены и мы объявили что если эти люди будут на митингах победных то по итогам этой победы мы выплатим по 10 тысяч долларов и этих денег в стране достаточно они есть поэтому я вижу что здесь еще наивные люди бродят что хотел бы ребят сказать страх безусловно есть люди еще боятся но немало людей которые преодолели этот страх это количество людей будет расширяться и сейчас по тому как выпустили вот этих двух ребят в ахтубе южном казахстане это просто показывает что власть уже считается с народом боится вы видели именно в результате нашей активности массовое выступление власть объявила прошлом году что с апреля будут запущены программы так называемая асп адрес социальной помощи затем прошлом году были списаны кредиты на сумму 300 тысяч деньги каждому и как заявляет правительство эту программу попало около 500 тысяч человек а что такие программы никогда раньше не присутствовали они связаны в первую очередь с тем что люди были активны активно требовали именно двк заявляла свои программы именно двк проводила митинги именно власть реагируя на митинги двк блокировала площади блокировала торговые центры задерживала активистов вот вы должны понять какую огромную роль мы сыграли в нашей стране вплоть до того что интернет заработал именно благодаря нашей активности нас вообще сложилась ситуации что если сейчас двк отойдет сторону то уже запущены такие процессы люди сами будут двигаться активисты их немало народ понял что нужно через митинги добиваться длитата поэтому все и так и так будет двигаться другой вопрос насколько грамотно насколько организованно без двк конечно это не сработает если всякие разные партии типа типа дпк и все прочее но если мы будем отсутствовать они перехватят они безусловно затащат бесполезные какие-то процессы типа давайте мы референдум проведем бесполезные никто не даст на это согласие давайте мы акиму письмо напишем но более того если не будет двк планка требования всех этих подставных партий сразу уйдет вниз более того они будут не нужны если кто-то там будет дергаться их просто посадят поэтому мы сейчас подняли так планку высоко что создали поиск безопасности для любых других которые имитируют оппозиционную деятельность если нас не будет их на следующий день всех закроют пересажают тюрьмы и все эти программы аспс писание кредитов материнские какие-то формы поддержки они все пропадут чтобы понимали именно присутствие двк на политическом поле влияет на все власть нас сейчас боится меньше ворует оглядывается по сторонам прежде чем что-то отпилить они сто раз подумают